Как стать DevOps-инженером? Как развиваться в DevOps? В какой последовательности учить те или иные инструменты? Я думаю, ты задаешься этим вопросом. Во всех этих случаях тебе помогут пэт-проекты. Я считаю, это самым лучшим способом для обучения. Пэт с английского питомец, которого ты заводишь, чтобы он радовал тебя и мотивировал поднимать попу со стула. Ведь за каждым питомцем необходимо следить, заботиться о нем, а с некоторыми даже гулять. Пэт-проект – это проект, который ты также заводишь для себя, чтобы он радовал тебя новыми технологиями, новыми знаниями и помогал тебе прокачиваться. Но ты, наверное, не знаешь, с чего начать. Здравствуйте, я Антон Павленко. В этом видео я расскажу, как прокачать навыки DevOps с нуля и до бесконечности. Интересно? Наливай приятную для твоего организма жидкость, усаживайся поудобнее, погружаемся в мир DevOps. На большинстве современных высоконакруженных системах стоят операционные системы на базе Ядра Линукс. Поэтому я советую тебе поставить операционную систему на базе Ядра Линукс на свой компьютер. Причем советую установить не на виртуалку, а на основной компьютер второй или основной системы. Советую установить Ubuntu или Fedora, так как их пакетные менеджеры в основном представлены на серверах. Каждый уважающий себя IT-специалист в современном мире должен уметь программировать. Но ты, как я и думаю, мои подписчики телеграм-канала думаешь, что бы мне такое напрограммировать, чтобы стать DevOps-ом. Я тебе предлагаю учиться программированию на телеграм-ботах. По мне, это самый лучший способ изучения программирования. По крайней мере, если ты хочешь стать бэкэмблем или DevOps-ом. Так как тебе не надо писать фронтенд. Python часто выбирает DevOps-ы и ботописатели, поэтому ты найдешь кучу примеров из интернета. Выбираем Python. Берем операционную систему на базе ядра Linux и настраиваем в ней окружение для программирования на Python. Это тебя прокачает в установке и настройке Linux-системы. DevOps-у необходимо уметь читать документацию, работать с JSON-ами, YAML-ами и API. Открываем документацию Telegram и начинаем писать бота, который использует API Telegram. Без модулей. Конфигурацию бота делаешь с помощью YAML. Сделай что-нибудь простое. Бот должен уметь отправлять сообщения, получать сообщения из канала, распарсить его и ответить что-нибудь. Дальше читаем отзывы о модулях Python. Ты должен уметь выбирать инструменты и модули, которые будешь использовать в своих проектах. После выбора модуля уже пишем бот по-взрослому. Если у тебя нет идеи для написания модуля, то лови. Бот для хранения фотокотиков. Бот для администрирования какого-нибудь сервиса. Бот для подсчета твоих калорий. Бот для личных финансов. И так далее. Придумай сам. Перед написанием бота подумай, что ты будешь хранить в базе данных. Для начала используй SQL Live. В Python хорошая модуль для работы с ней. Когда ты напишешь первую, пускай даже куцую версию своего бота, начинай настраивать CICD. Теперь с помощью CICD необходимо поселить куда-то бота. Я использую виртуальные машины моего партнера FirstVDS. Это известный хостинг-провайдер, который отличается надежностью и низкими ценами. У FirstVDS есть как готовые тарифы, так и настраиваемые конфигурации, где можно докупить ресурсы. Есть сервера повышенной надежности, отказоустойчивости, есть сервера с большими дисками до 5000 гигабайт. Переходи по ссылке в описании, ознакомься с предложением моего партнера FirstVDS. Там тебя ждет 25% скидка на первый заказ. Настраивай виртуальную машину и раскатывай приложение с помощью Ansible и Docker Compose. У меня есть видео в Python для ленивых. Я там рассказываю, как настроить виртуальную машину для Django проекта. Обрати внимание, что базу данных из Clearlight необходимо монтировать с локального диска, иначе ты потеряешь свои очень ценные данные. Установи и настрой мониторинг. Модно современно это Prometheus. Чуть постарее это Influx и GoCarbon. Но если ты за Legacy, то используй Zabbix. Следующим шагом освои Flask или Django. Сделай так, чтобы порт мог принимать команду. Чтобы это работало, нужен статический IP-адрес. Поэтому я рекомендую использовать виртуальные машины у хостинг-провайдера. Следующим шагом настрой Inginx, который будет отдавать запросы от нашего веб-приложения. Дальше переделай приложение так, чтобы оно работало с каким-нибудь сервером баз данных. Postgres или MySQL. Первый в более почете сейчас. Не забывай настраивать мониторинг всех сервисов. Уже на этом этапе ты получил базовые навыки для DevOps-инженера. Ты можешь идти устраиваться в какую-нибудь техподдержку или искать стажировку. А также попробовать на джуна. Следующим шагом ты можешь познакомиться с S3-хранилищем. Подумай о тестировании. Хотя бы нагрузочном. Хотя бы с помощью Яндекс.Танка. И самое сладкое. Чего жаждят все. Попробовать, потрогать и так далее. Настраивай кубернетис. Также на этом проекте ты можешь попробовать кучу разнообразных инструментов, которые тебе нужны. На все это я даю тебе полгода или год. Фидбэк пиши в комментариях. А также лайк поставить не забудь и поделиться этим видео со своими друзьями. Также можешь меня отблагодарить, когда получишь первую зарплату. Хотя бы комментарий. Подписывайся на канал и другие социальные сети. Если есть возможность, помогай каналу финансово. Все ссылки будут в описании. Увидимся. А также не забывай о партнере сегодняшнего выпуска First VDS.